Всем привет друзья, с вами Влад. В этом видео я вам расскажу точную информацию, выйдут ли паки на рынок или нет, у меня есть 100% информация и в этом видео вы реально ее увидите. Я скажу на каждый брелок мою предположительную цену. На все брелки из Хэллоуин коллекции 2020 года. Предположительная цена в голде на рыночке. Еще скоро у меня будет промокод, мне обещал комьюнити менеджер, так что если вы хотите участвовать в этом конкурсе, напишите, я участвую в конкурсе на промокод 2020 года, а мы погнали к просмотру видео. Стоп, стоп, ты еще не подписался, давай ты подпишешься, включишь колокольчик, поставишь лайк, напишешь комментарий, а после этого уже спокойно начнешь смотреть. Вот теперь я могу сказать спокойно. Приятного просмотра. Для начала я хочу вам показать аккаунт разработчика в дискорд сервере. Это конечно не пиар, но я хочу кое-что показать, что он писал в официальном дискорд сервере в чатике. Вот, есть один игрок, Феля Бунт, он написал, можно вопросик, пак Хэллоуин брелки будут продавать на рынке? И разработчик процитировал, да, то есть пак выйдет на рынок 100%. Здесь даже было уточнение, пак Хэллоуин брелки, и разработчик реально ответил, да, значит паки выйдут на рынок. И тем же самым мы можем доказать, что и брелки тоже выйдут на рынок, потому что паки Хэллоуин брелки, значит и паки, и брелки. Это стопроцентная информация, так как разработчик настоящий, и это официальный дискорд сервер стенд-оффа с галочкой. Так сколько же будут стоить вещи из Хэллоуин пака 2020 года, а точнее брелки? Давайте рассмотрим сначала с рарок. Первая рарочка, Шарм Хорсемен Хейд. Извините за мой английский, потому что я как бы не учился, так что сорян. Ну если брать в учет, что он светящийся, примерно 450 голды. Спустя месяц, возможно, вырастет, но я сомневаюсь, что будет большой прирост. Так как это все-таки рарка, и нужно ждать минимум полгода, чтобы окупить хотя бы 500 голды, которые вы потратили на пак, который после этого открыли и выкупили вот этот брелочек, рарочку, к сожалению. Вторая рарка. Во-первых, она не светится. Во-вторых, это самый худший брелок в этой коллекции, по моему мнению. Называется она Brainless. И я не знаю, сколько она будет стоить, но точно, что не 400 голды. Примерно 350, 320, то есть вот такая вот примерная цена. Больше не будет. Я сомневаюсь, что она будет дороже. Но, это всего лишь мое предположение, то есть мы не можем знать на 100%, но предполагаемая моя цена до 400 голды. Запомните, рынок непредсказуем. Все, что я сейчас говорю, может все быть по-другому, но я как опытный трейдер могу сказать, что это примерная цена. У призрак это спорный брелок, потому что он одновременно очень красивый. И, во-вторых, он не светится, к сожалению. И он называется Freidland Spectre. Ммм, сори, снова же за произношение. Так вот, ребятушки, сколько будет стоить? Ну, я думаю, примерно 350, 350, 420, примерно вот такая вот цена. Больше не знаю, сомневаюсь, что он будет больше стоить, так как он не светится. Последняя рарка, Метеор. Он светится полностью на 360 градусов вокруг. Примерная цена 450. Но, ребят, это с учетом, если паки покупали адекватные люди. Потому что может быть такое, что они просто возьмут и заруинят полностью Хэллоуин коллекцию. Все может быть, она будет вообще стоить по 200 голды, понимаете? Все может быть. Зависит только от вас самих. Я лично минимум буду продавать за 1000 голды. Это минимум. И то сразу не буду выставлять на рынок. Я лучше буду держать это все в инвентаре и ждать, пока все вырастет. Так намного лучше. И плюс экономика рынка не портится. Стоимость такого брелка будет примерно 700-600 голды. Во-первых, он не светится. Есть даже рарки, которые светятся. А вот этот эпик не светится. Он просто круто выглядит. В принципе, он по виду наравне с призраком. С рарочкой. То есть, они одинаковы, круты, по круто зне. То есть, мне нравятся они обои одинаково. И мне как бы все равно наносить призрака. Либо вот этого Skyric Row он называется. Так что, примерно, цена 700-650 голды. Даже 500 может стоить. Также, опять повторяюсь, рынок непредсказуем. Следующий брелочек называется Crunch. И я думаю, стоить он будет примерно 500 голды. Не уверен даже, что рарки какие-то будут достигать 450 голды. Но, все же, это только лишь предположение. Так вот, почему 500 голды? Потому что он обычный, некрасивый. Это обыкновенный зомби. Если бы он был бы с виду, как зомби из карты Rust 2019 года, то стоил он бы примерно 800 голды. А так, 500-450. Эта тыквочка достаточно привлекательна. То есть, она круче всех эпиков, которые были предыдущие. Но, опять же, это не светящийся брелок. И стоить он будет примерно 600-700 голды. Больше не дам. И называется он Вайчкрафт. Вроде бы. А это уже спорная тема. Во-первых, честно, этот брелок мне очень сильно зашел. Лучше, чем все эпики, которые есть в коллекции. Не знаю почему, но реально мне зашла вот эта метла. Называется она Круки Дубрум. И я думаю, она стоить будет 750-650. Ну, примерно 700 голды. Вот так вот, плюс-минус. Чем она мне понравилась? Потому что, во-первых, она очень круто выглядит на оружии. Вот если повешать, это прекрасно. Я вешал ее на свой Файс 7 и на Глок. И это очень красиво выглядит. Оно примерно по красоте так же, как и Метеор. Дальше у нас легендарки. Да. Хэллоуин Спирит. Светящийся легендарка. Нереальный свет. Очень сильно яркий свет. Светится очень круто в темноте. Я смотрел у всяких ютуберов. Им выпадал. Я смотрел, как они осматривали его в темноте. И это очень красиво. Примерная стоимость от 1000 до 2к. Потому что пак стоит 500 голды. И чтобы выбить легендарку, нужно открыть очень много паков. Так что, мне кажется, будет она стоить очень дорого. Тыква она. Да. Не прикопайтесь, типа, Шарм это он. Но тыква это она. Ну, этот брелок мне вообще не зашел. Мне кажется, это тянет даже на Эпик. Ну, не очень, честно. Вампир Бет. А если бы у него крылышки были открыты, возможно, было бы намного красивее. А так, думаю, стоимость тоже от 1000 до 1500. Опять же, повторяюсь. Пак стоит 500 голды. И определить цену очень сложно. Потому что с Хэллоуин паками мне было легко. 60 голды это реально изи. А 500 голды пак и определить цену легендарки это очень сложно. Последняя легендарка. Спуки Лейнтер. Это самая красивая легендарка, которая мне понравилась очень сильно. Во-первых, это подойдет на АВМ Спорт В2. Просто прекрасный брелок. Вообще, все легендарки очень сильно подходят на АВМ Спорт В2. И, возможно, я куплю АВМ Спорт В2, если мне выпадет именно вот эта лампа. Но вряд ли я когда-то еще буду открывать паки. Так что, В2 пока. К сожалению, сразу нельзя наклеить очень много брелков. Точнее, примагнитить. Потому что я думаю, что это магнит. Так что, если бы было 4 таких брелка и наклеить их на АВМ Спорт В2, это было бы прекрасно. Но, к сожалению, только один брелок можно вешать на одно оружие. Точнее, один скин. И Аркана. Ребят, я не знаю, какая из Аркан будет самой дорогой. Потому что они очень крутые. Коса очень красивая. А паук очень популярен. И плюс, паук находится сверху на Хэллоуин паке. То есть, как рисунок. Паучок очень красивый. Я не видел, чтобы кому-то он выпадал. Но он светится и еще переливается. Из него выходят какие-то эффекты. Называется он Сап Спикью Спайдер. Я бы его назвал Лампа Спайдер. И все. В принципе. Блин, я бы честно очень хотел этот брелок. Но, к сожалению, мне не выпала даже легендарка. Из этих паков выпадает очень много эпиков и рарок. Так что, я думаю, эпики и рарки будут почти одинаковой стоимости. А вот легендарки и Арканы, они будут бешеной стоимости от косаря. Короче, эта Аркана будет стоить больше 8000 голды. Думаю, даже больше. Вторая Аркана и последняя. Называется Рэйпер Скайдх. Скайдх. Короче, коса страшная, светящаяся. Во-первых, она тоже издает какие-то странные мерцания из лезвия. Это очень красиво. Она светится и переливается. То есть, сразу три эффекта. И, я думаю, ее стоимость от 8 до 11 тысяч голды на заказе. Серьезно. Потому что это очень красиво. И, блин, я бы очень себе хотел этот брелок. Но, к сожалению, я его не получу. Возможно, никогда. Разве что вы подарите. Да ладно, рофлю. Так вот. Ну, все. Примерную цену я сказал на заказе. На продаже там 15-12к. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится мой контент, ставьте лайки, подписывайтесь. Включайте колокольчик. Обязательно комментарий. И всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok